Вести СТФМ Первые о главном В Луганской 16 часов На Вести Плюс Новости Здравствуйте, в студии с новостями к этому часу Ярослав Замета. Медики ЛНР на сегодня зарегистрировали в республике 1424 случая заражения вирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР. Здесь уточнили, что согласно проведенным исследованиям за минувшие сутки выявлено 33 новых случая заболевания. Выписано полностью выздоровевших с дважды отрицательным результатом теста 24 человека. Зарегистрирован один летальный случай. Всего с начала пандемии от новой вирусной инфекции умерли 66 человек. Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения для проведения плановых профилактических работ с 27 по 29 октября частично приостановит вещание в Луганске, Стаханове и Ровеньках. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовой коммуникации ЛНР. Профилактические работы будут проводиться с 8 до 14 часов. В это время в Луганске 27 октября будет отсутствовать вещание телеканала «Звезда», а в Стаханове – телеканала «Звезда» и «Радио Республика». 28 октября в Луганске будет отсутствовать вещание «Радио Россия», в Ровеньках – свое радио и казачье радио. 29 числа в Стаханове приостановится вещание «Радио Победа» и «Свое радио». Активисты проекта «Волонтер» общественного движения «Мир Луганщини» передали продуктовые наборы работникам сельского хозяйства «Андроцита». Об этом сообщили в пресс-службе движения. В продуктовые наборы вошли крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, томатная паста, консервированная кукуруза и горошек, рыбные и местные консервы, конфеты и чай. Благодаря проекту «Волонтер» мы имеем возможность регулярно оказывать помощь нуждающимся слоям населения. В текущие месяцы это работники сельскохозяйственной сферы, рассказала депутат Народного совета ЛНР Елена Рахмукова. Ансамбль танца «Ронда» Луганской академической филармонии вышел в финал международного конкурса хореографического искусства «Танцемания». Об этом сообщили в учреждении культуры. В отборочном туре принимали участие более 2,5 тысяч хореографических коллективов из 25 стран мира. Луганские артисты представили жюри постановку художественного руководителя коллектива заслуженного деятеля искусства ЛНР Оксаны Фаренниковой «Зорю Бьет». Финал конкурса пройдет в рамках Всемирного конгресса ЮНЕСКО в Государственном Кремлевском дворце с 19 по 21 января. Госбанк ЛНР определил 4 отделения в Луганске, которые будут работать в эту субботу 24 октября. Как сообщили в ПИН-учреждении, дежурные отделения расположены по адресам улица Шелкового 1, квартал Левченко 12Б, улица Чапаева 62 и улица Веселогоровская 7. Сотрудники банка будут выплачивать все виды пенсий, социальных пособий и зарплат, а также принимать все виды коммунальных платежей. В Госбанке подчеркнули, что посещать отделение можно только в защитной маске. Следующий выпуск новостей уже через час. Вести Плюс. Первое о главном. Вести Плюс. Это шутка была. Вообще, блядь, проказница? Любовь. Какая любовь? Какая любовь? Я поражаюсь вашему спокойствию. Тянет? Устроит скандал. Сейчас и здесь женщины. Привет всем, кто нас смотрит и слушает в эту минуту. Завершить рабочую пятницу предлагаю в компании программы «Сейчас и здесь женщины». Готовы дарить вам хорошее настроение Ирина Родионова и Елизавета Ильина. Добрый день. Елизавета, у нас сегодня пятница. Вот это вот предвкушение. Вечер пятницы. Со студенческих лет, помню, как это радовало. Это радует не только в студенческие годы. Да, да, да. Есть у нас праздники. Причем праздники у нас и сегодня, и на субботу, и на воскресенье. Прямо целая вереница. Ну, во-первых, день работников рекламы в России, день организаторов мероприятий и международный день снежного барса сегодня. Это редкое, безумно красивое животное. Сегодня, к сожалению, находится в Красной книге. И несмотря на все мероприятия по сохранению, все-таки находится на грани вымирания. По последним данным, в России насчитывается всего 70 ирбисов. Так еще его называют. Еще праздники у нас есть в субботу. День основания Крепинского поселкового совета города Антрацита. Это 24 октября. И 24 октября также день организации объединенных наций. А в воскресенье все автомобилисты будут праздновать также свой праздник. Но, кроме того, еще и день работников дорожного хозяйства в этот день. Поэтому всех поздравляем. Всех, кто за рулем, ни гвоздя, ни жезла. А вот работникам дорожной службы, чтобы у хабов, колдобин на дорогах было как можно меньше. И, соответственно, работы у вас также было меньше. Ровных дорог вам. Ну и немного информации из истории. Или есть еще праздники? Ну, из таких неформальных праздников, которые, наверное, вытекают, я думаю, логично из дня автомобилиста, день гаражиста. К празднованию этого дня привлечены все автомобилисты, у которых есть гараж. То есть здесь целые гаражные кооперативы, гаражный тип отдыха. Автомобилисты меня поймут. Предлагаю. Подожди, одноименный фильм же, да, есть? Рязанова, гараж. Вот как раз можно посмотреть в этот день. И из истории немножечко. 1748 год завершено строительство первой в Российской империи химической лаборатории, основанной Михаилом Ломоносовым. 1814 год официально проведена первая в современной истории пластическая операция по восстановлению формы носа. 1946 год началось первое заседание Генеральной ассамблеи ООН. Борис Пастернак, назван лауреатом Нобелевской премии по литературе за роман «Доктор Живаго», был в этот день в 1958 году. В 1966 год советский разведчик Джордж Блейк совершил побег из лондонской тюрьмы строгого режима. У стен своей темницы он оставил букет хризантем, что достаточно сильно поразило местную прессу. В 1974 году в Вене состоялась 75-я сессия Международного Олимпийского комитета, которая приняла решение о проведении 22-х Олимпийских игр в столице СССР в Москве в 1980 году. Я думаю, все сейчас вспомнили вот того вот Олимпийского мишку. И 2002 год Государственной думой принят Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. У меня все, Елизавета, дополняйте. Дополнять нечего. Из знаменательных событий вы, Ирина, упомянули все. Но можем поговорить об именинниках, которые сегодня родились. Их достаточно много, они разноплановые. Среди них есть и композиторы, и музыканты, и в том числе выдающиеся военные деятели. Потому что мы вспоминаем годовщину 75-летия Великой Победы. Но начнем мы с историка, географа и статистика Константина Арсеньева, который родился в 1789 году. Он является одним из создателей российской системы статистики. На основе статистических данных им было предложено несколько сеток экономического районирования, отражавших уровень развития сельского хозяйства по всем регионам России. На основе его работ была создана краткая всеобщая география. Она была основоположником. Это издание всей географии, которая в дальнейшем преподавалась и изучалась. В 1846 году появился на свет Александр Архангельский, русский хоровой дирижер и композитор. В 1899 году родился Филипп Октябрьский. Фамилия при рождении Иванов. Адмирал, герой Советского Союза. В ходе Великой Отечественной войны командующий Черноморским флотом, один из руководителей обороны Севастополя в 1941-1942 годах, а также Крымской операции 1944 года. В 1904 году родился Святослав Рерих, русский и индийский художник, мыслитель, общественный деятель. В 1904 году родился Владимир Судец, маршал авиации, герой Советского Союза. Этот выдающийся человек на фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 года командовал ВВС 51-й армии, ВВС Приволжского военного округа, 4-м бомбардировочным корпусом дальней бомбардировочной авиации. Масса событий была произведена под его началом. Стоит отметить, что воздушная армия под его командованием сражалась в воздушных операциях в мае 1943 года, таких как Курская битва, Изюм-Барвенковская операция, Донбасская, Нижнеднепровская и ряда других. Это выдающийся человек, стоит его вспомнить. В 1908 году родился Илья Франк, советский физик, академик, лауреат Нобелевской премии. В 1920 году родился итальянский детский писатель, сказочник и журналист, автор всем известного произведения… Мы знаем, например, чем пахнут ремесла и в переводе Якова Акима, например, Джованни потеряет. Даже на основании этого произведения снят мультфильм, известный нам многим. В 1928 году появился на свет Юрий Саульский, композитор, дирижер, народный артист РСФСР. А в 1940 году на свет появился выдающийся бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, король футбола, как его еще называют, Пеле, настоящее имя Эдсон Арантис Дуна Сементу. Единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира, как игрок, участник четырех чемпионатов мира. Ну и в 1980 году родился Василий Рочев, российский лыжник и чемпион мира 2005 года. Вот такой день, богатый именинниками, мы их поздравляем с днем рождения, желаем здоровья. Ну и переходим к народному календарю. Да, народный календарь говорит, что у нас сегодня Евлампий, зимоуказатель. В это время поленья расщепляли на лучину, которую устанавливали в специальные светильники, светцы. При их свете крестьяне занимались домашними делами, готовили еду, ну и прочее, рукоделие. Но самое главное, что у детей была обязанность следить за этими светцами по мере необходимости менять лучины, потому что, к сожалению, она сгорала достаточно быстро. На Руси в этот день наблюдали за разными приметами погоды. В частности, смотрели на месяц. Если рога месяца указывают на север, быть скорой и строгой зиме. А если на юг, то до самой Казанской будет грязь и слякоть. Вот такая вот примета. Ну что ж, переходим к погоде. На выходные нам обещают синоптики достаточно теплую, но облачную погоду, без осадков. Температура в субботу до плюс 18, в воскресенье до плюс 19. Можно сказать, к нам вернулось лето. Ненадолго. За что мы его и благодарим. Но в любом случае, несмотря на условия погоды, мы напоминаем нашим телезрителям и радиослушателям о тех профилактических мерах, которые необходимы на данном этапе, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию полтора метра и используйте защитные маски, чтобы обезопасить себя и своих близких. Ну а я с удовольствием представляю нашу первую гостью Алина Валерьевна Хабарова, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии имени Валерия Фролова Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки. Добрый день, Алина Валерьевна. Добрый день. Ну что, мы начнем, как всегда, с профилактики и с особенностей течения этого заболевания, вируса нового типа, и что мы можем сделать в случае, если оно уже есть. Ну, в первую очередь, я, конечно, хочу поблагодарить вас за очередное приглашение. Очень рада, наконец-то, снова находиться в вашей студии. Ну, а если говорить о профилактике, опять же, уже, наверное, тысячи раз об этом говорили, но никогда не бывает лишним еще раз повторить, да, подытожить, так сказать. И мы говорили уже о том, что существует три, так сказать, направления в отношении профилактических мер. Это меры, которые направлены на источник инфекции, на механизм передачи, в данном случае мы знаем, да, что респираторная вирусная инфекция, какой для них характерен механизм передачи? Воздушно-капельный. Да, а путь воздушно-капельный, воздушно-пылевой, реже контактно-бытовой. И, конечно же, мероприятие, направленное на восприимчивый организм, то есть на восприимчивый контингент, это те лица, которые еще не переболели. Если вернемся в отношении источника инфекции, мы прекрасно знаем, да, что источником инфекции респираторной вирусной любой, будь то грипп, парагрипп, коронавирусная инфекция, источником инфекции является больной человек, который имеет типичные клинические проявления заболевания, либо же вирусоноситель, который может вообще не иметь никаких абсолютно симптомов, либо же имеет, ну, какое-то незначительное недомогание, там, общая слабость, разбитость какая-то некоторая, да, на которую, как правило, он не обращает совершенно никакого ни малейшего внимания. Вот, ну и, конечно же, если говорить в отношении источника инфекции, это, в первую очередь, изоляция. Изоляция этого больного, изоляция этого пациента. Если это стационарный уровень, то, конечно, это боксированное отделение, да, либо же отдельная палата. Если ухаживать за таким больным амбулаторно, на дому, то, конечно, стараться изолировать его в отдельную комнату. Ну и, безусловно, масочный режим. Масочный режим, он применим в отношении механизма передачи, чтобы прервать этот механизм передачи, конечно, это ношение маски в любом случае, которую необходимо менять, как мы уже говорили тысячи раз, да, желательно каждые два часа. Вот, ну и, конечно же, использование всех этих средств дезинфицирующих, антисептиков, спиртосодержащих, хлорсодержащих дезинфицирующих средств для обработки помещения, это проветривание. Но, опять же, все методы, которые уже давным-давно нам известны. Ну и, конечно, в отношении восприимчивого контингента, опять же, общепринятые меры, это здоровый образ жизни, ведение здорового образа жизни, да, это отсутствие стресса, это полноценный здоровый сон. Ой, в нашем современном мире крайне сложно. Да, крайне сложно, но, тем не менее, стараться все-таки выполнять, придерживаться этих правил, чтобы избежать иммунодефицитного состояния. Конечно же, это полноценное сбалансированное витаминизированное питание, это отсутствие вредных привычек, то есть все эти меры, которые общедоступны. А какие-то вот иммуностимулирующие вот такие вот средства же у нас сейчас есть всяческие, там, я не знаю, БАДы, еще какие-то там добавки к питанию. Вот к этому, как вы относитесь? Витамины, в конце концов. Ну, мы говорили уже о том, что витамины, любые, скажем так, самые лучшие витамины, это все-таки свежие овощи и фрукты. Что, в принципе, сейчас, учитывая, что осень. Да, безусловно. Потому что все-таки не рекомендуется, так сказать, все очень индивидуально, и если лечащий врач, специалист посчитает нужным назначить определенный витамин какой-то добавочный, да, витаминный комплекс, минералокомплекс какой-то, то в любом случае, во-первых, необходимо будет провести определенное обследование такому пациенту на состав, витаминный состав крови и, конечно же, в отношении минеральных компонентов. Если не требуется, то, опять же, мы можем спровоцировать аллергические состояния, аллергическую реакцию такого пациента потенциального. Поэтому все-таки я считаю, что нашему населению следует придерживаться обыкновенных мер, да, это потребление свежих овощей и фруктов, тем более сейчас осенний период. Пожалуйста, всеми любимый витамин С, который мы все прекрасно знаем, да, где он содержится. Это смородина, это вот сейчас нынче капуста, квашеная, тем более рассол содержит гораздо больше витамина С. Шиповник. Шиповник, пожалуйста, да. Цитрусовая, безусловно, все прекрасно понимают. Почему? Потому что витамин С действительно уже доказано, что он обладает и противовоспалительным, и таким вот действием иммуностимулирующим. Поэтому, конечно, необходимо употреблять. Более того, витамин А хочется также отметить. Многие считают, что витамин А все-таки благотворно воздействует на функциональную составляющую органа зрения, да, и способствует улучшению функции фоточувствительности сетчатки глаза. Но, тем не менее, он также является таким мощным иммуностимулятором. Таким образом, воздействуя на все иммунокомпетентные клетки, усиливая их синтез, усиливая фагоцитарную активность клеток, то есть поглощение, которое обеспечивает поглощение всех этих инфекционных агентов, будь то вирусы, будь то бактерии, пожалуйста. А в каких продуктах мы его можем... Витамин А, пожалуйста, это морковь, это тыква, это курага, более того. Ну, там, правда, содержится бета-каротин, такой вот химический компонент, который потом в дальнейшем синтезируется в организме в полноценный витамин А. А изначально витамин А полноценный ретинол, так, если говорить медицинским языком, он содержится в печени, пожалуйста, это яйца, это рыба. Поэтому все эти продукты сейчас вполне доступны. А вот этот вот витамин Д, который, ну, говорят, что вот у нас катастрофически его просто не хватает, если послушать телевизор, то просто вот мы обязаны его пить. Да, сейчас уже доказано, и об этом свидетельствуют многочисленные источники литературы о том, что витамин Д действительно, помимо того, что он способствует усвоению кальция и фосфора в костной ткани, как это знали, да, как вот раньше представляли витамин Д, вот были ограниченные представления в этом отношении, помимо этого уже доказано, что он также действительно обладает иммуностимулирующим действием, и более того, антиканцерогенным. То есть дефицит витамина Д в ряде случаев способствует образованию раковых, скажем так, опухолей, онкологических заболеваний. А он восполним, вот этот дефицит из обычных, скажем, тоже продуктов, потому что, ну, у нас, да, витамин Д ассоциируется с чем? Погуляли на солнце, приняли солнечную ванну, вот это самое простое, что приходит на ум. А зимой сложнее, да, потому что мы же одеты, и, в принципе, вот как? Конечно, он синтезируется под действием дополнительных ультрафиолетовых лучей, но поглощать витамин Д мы можем, используя продукты, опять же, ну, чаще всего это, конечно, рыба и рыбий жир, всем нам давно известный. И очень любимый. Печень трески, пожалуйста, форель, семга, лосось. Ну, это у нас изобилия. Вот мне несколько такое, да, дорогое изобилие, поэтому... Сельдь, почему? Сельдь тоже содержит витамин Д, поэтому даже доступные сортары и бы тоже содержат в достаточном количестве витамин Д. Ну, можно пойти, в конце концов, действительно купить в аптеке рыбий жир. Я думаю, это наиболее доступно. Это доступно, но, опять же, необходимо всё-таки в идеале проконсультироваться со своим доктором, со специалистом, потому что можно спровоцировать аллергическую реакцию. Это и крапивница, от банальной крапивницы до серьёзных таких осложнений, до анафилактического шока порой даже. Поэтому лучше не экспериментировать самостоятельно. Лучше идти на консультацию к доктору. А такой вопрос. Вот есть группы риска людей, которые подвержены любым заболеваниям. Да, мы можем их перечислить и, скажем так, предупредить, что вот они находятся в такой зоне риска не только от вируса нового типа. Но сейчас же, да, у нас сезонность, температура понижается, воздуха, и меньше мы проводим времени на улице, ввиду того, что раньше садится солнышко. Естественно, прогулки становятся короче, а кто-то и вовсе себя в этом ограничивает. Что мы можем им порекомендовать и как вот очертить этот круг группы риска? Опять же, если говорить о группах риска, все прекрасно уже знают, кто к ним относится, какая это когорта. Это, конечно же, лица, страдающие сопутствующей патологией соматической, лица старше 65 лет. Почему? Помимо того, что у них к этому возрасту какая-то однозначно уже сопутствующая патология имеется так или иначе, в той или иной степени выраженности, которая в результате присоединения какой-либо инфекции, это даже не обязательно коронавирусная инфекция, это может быть любая другая респираторная вирусная инфекция, грипп, там, риносенситиальная и так далее, в результате может спровоцировать декомпенсацию этого состояния. И зачастую даже могут неблагоприятные исходы быть в ходе этой декомпенсации полиорганной недостаточности. Ой, это что-то очень-очень сложное, а можно попроще? Скажем так, выходят из строя все абсолютно органы и системы в результате декомпенсации вот этого сопутствующего основного заболевания, фонового. Вот. И, значит, в силу чего еще, собственно, мы ограничиваем лица старше 65 лет? Потому что так или иначе по истечении времени возникает так называемая инволюция иммунной системы. Самый главный орган иммунной системы – это вилочковая железа. И она по истечении времени, даже, наверное, с 10, даже по некоторым источникам, с 10-20 лет, постепенно, к 50 годам она замещается частично жировой тканью и соединительной тканью. Поэтому уже не продуцируются, а не синтезируются в таком количестве иммунокомпетентные клетки, которые защищают наш организм, повышают защитные функции, повышают резистентность. Это вот происходит, я прошу прощения, это происходит вообще у каждого человека в любом случае? Да, это исход однозначный, поэтому к 60-65 там, ну… То есть это не зависит от того, что мы кушаем много сладкого и поправляемся? Нет, не только метаболический компонент, но и, в принципе, иммунодефицитное состояние. Почему пожилые лица чаще всего подвержены риску инфицирования? Потому что всё-таки, так или иначе, но иммунная система себя исчерпывает, это филогенетически вот заложено, поэтому это неизбежно. Поэтому мы вот так вот стараемся ограничить эти группы риска, в частности, лица старше 35 лет, и сейчас, благо, что работодатели понимают это и переводят на дистанционную форму. Я хотела сказать, что просто к этому возрасту, наверное, запасы организма иссякают, а восполнить их естественным образом уже нет возможности, организм, может быть, не усваивает уже это всё. А вот детки, если, как вот с детками быть, как их, ну, может быть, обезопасить, помочь, что должно насторожить, вот, может быть, какие-то первые симптомы, когда вот ребёнку, может быть, мы можем как-то, не знаю, предупредить болезнь. Ну, опять же, мы говорили о том, что если относительно коронавирусной инфекции, то, благо, дети всё-таки чаще, чаще, в большей степени являются вирусоносителями, и даже клинические проявления, которые у них выявляются, они слабее несколько все вот эти симптомы, и реже они подвержены риску возникновения вирусной пневмонии. Если говорить, в принципе, о вирусной пневмонии, то она зачастую, если это сугубо вирусная, она зачастую проявляет себя, манифестируя, так сказать, первые три дня от начала заболевания, от начала клинических проявлений. И мы видим, что всё-таки дети менее подвержены этому такому осложнению, поэтому, ну, опять же, меры профилактики, все те же, которые доступны взрослому населению, абсолютно все те меры противоэпидемические, профилактические, фактически детям тоже необходимо рассказывать, объяснять или, во всяком случае, соблюдать за них. Алина Валерьевна, вот вы опять сказали такую вот интересную фразу, пневмония манифестирует первые три дня. Хорошо, а что это за манифест такой вот именно, это очень высокая температура, или это наоборот какая-то субфибрильная температура? Что вот это вот, чтобы мы точно вот знали всё? Я вас поняла. Значит, смотрите, если пневмония согубовирусная, как правило, она себя, как я сказала, проявляет в течение первых трёх-четырёх дней от начала клинических проявлений. Если пневмония диагностируется позже, например, там, к седьмому дню, к восьмому, это уже, вероятно, не вирусная этиология, это уже смешанная, скорее всего. Поскольку на фоне вот этого иммунодефицитного состояния присоединяется чаще всего ещё и бактериальная флора, и пневмония становится уже зачастую вирусно-бактериальной, либо же сугубо бактериальной. Вот. А что касается клинических проявлений, то, опять же, это все те клинические проявления, о которых мы уже давно говорили. Это температура повышенная, она может быть как субфибрильная, так и фибрильная, и свыше 38 градусов. И здесь, конечно, важно понимать, вот наше население, как бы там мы их ни уговаривали, ни призывали, ни обращаться в любом случае к специалистам и не заниматься самолечением. Но так или иначе, все идут покупать жиропонижающие препараты, а этого делать нежелательно. Почему? Поскольку необходимо всё-таки пронаблюдать, до каких цифр повышается температура. Это также имеет важное диагностическое значение. Я почему спросила, потому что вот знакомая, как бы, она, температура была очень маленькая, там 37, 37,3, 37,4, и вот она всё жаловалась, что у неё... Боли, более. Боли, да. Да, но остеохондроз замучил, а потом это оказалось пневмонией. Почему вот действительно как вот различить, что если пневмония может быть с такой вот маленькой температурой? Бывают такие, да. Но опять же, это, видимо, сильный иммунный ответ всё-таки, раз он не проявлял себя полноценно, так сказать, вот это состояние. Вот. И помимо того, что температура, понятное дело, что мы говорили, кашель. Кашель, как правило, непродуктивный, такой вот надсадный, изнуряющий, без мокроты, первые дни в особенности, сухой катар, так сказать. И что ещё? Ну, опять же, боли, вот, пожалуйста, боли в грудной клетке. На это также необходимо обращать, фокусировать своё внимание, поскольку далеко не всегда боли. Вот как раз вот такой вот эпидемический сезон, тем более была температура субфибрильная, необходимо было обратить внимание на этот симптом боли в грудной клетке. Я думаю, позже обратила внимание, но вот начиналось с того, что остеохондроз замучил. Но всё-таки вот необходимо вот в такой эпид-сезон необходимо всё-таки на вот эти детали обращать внимание. И опять же, пациенты зачастую, вот если действительно имеет место пневмония у пациента, выражена слабость. Вот такая, настолько выражена эта слабость и недомогание, что пациенты зачастую вот говорят, что не могу подняться с постели. Вот такая вот слабость, не могу вот никакую физическую нагрузку, даже БТВ, элементарные какие-то действия, и то вот составляют серьёзные трудности. Да, вот здесь вот, наверное, просто вот просьба даже всех обратите внимание, пожалуйста. Если у вас даже вот маленькая температура, у вас слабость, всё-таки не занимайтесь самолечением, не тяните, а обязательно обращайтесь к врачу. Да, это всё правильно и замечательно. Я думаю, ещё стоит, да, упомянуть о том, что профилактические меры, они спасут наверняка, если их соблюдать полностью, в полной мере. Но нужно не снимать с себя ответственности, если уже человек болен, обращаться к врачу, а если нет возможности вызвать врача на дом. В телефонном режиме, пожалуйста. В телефонном режиме, да, не подвергать окружающих этой опасности и беречь себя и своих близких. Ну что, я с удовольствием ещё раз представляю нашу гостью. Спасибо, что вы у нас сегодня были. Алина Валерьевна Хабарова, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии имени Валерия Фролова, Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки. Сегодня нам рассказала о профилактических мерах, о том, что нужно делать. Спасибо вам огромное. Приходите к нам ещё раз. Спасибо большое. Двигаемся дальше. Женские новости. Это же, это же, это же новости. Женские новости. Ну что, Ирина, пора для нас чем-нибудь. А у меня вот такая вот новость немножечко, просто для улыбки, так как у нас сегодня пятница. В Италии на ферме на острове Сардиния родилось пятеро щенков, и один из них имел редкую зелёную шерсть. Зелёную? Зелёную. Вот зелёношёрстного этого вот щенка назвали фисташка. Какая прелесть. Так, все остальные его братья и сёстры имели белую шерсть, как и их мать. Белых щенков фермер сказал, что отдаст в другие дома, а фисташка останется у него, он будет растить, ухаживать за ним. Собаки очень редко рождаются с зелёной шерстью. Считается, что это происходит из-за того, что щенок контактирует в утробе матери с зелёным пигментом, который называется биливердин. Однако зелёный цвет шерсти не останется навсегда. Да, с каждым днём цвет шерсти становится светлее и светлее. А вот фермер рассказал, что зелёный – это символ надежды и удачи, поэтому фисташка появился у него во время пандемии, чтобы он и люди просто могли улыбнуться. Замечательная новость. Вот такая вот информация. Мимимишная, я бы сказала. Это да. Ну что ж, продолжаем дальше. Это же, это же, это же новости. Женские новости. Ну, у меня тоже новость такая, даже можно сказать, шуточная, самокритичная. Британские исследователи установили, что среднестатистическая женщина в среднем способна хранить чужие тайны в течение 47 часов и 15 минут. И не больше, ни секунды больше. К таким выводам учёные пришли, опросив 3000 жительниц Соединённого Королевства в возрасте от 18 до 65 лет. Чаще всего чужие секреты рассказывают бойфрендам, мужьям, лучшим подругам или мамам. При этом 9 из 10 опрошенных считают себя абсолютно надёжными хранителями секретов, потому что рассказывают их людям из другой социальной группы. То есть они не могут передать эту тайну носителю тайны. Нет, ты знаешь, я вот даже поймала себя на мысли, что это даже вот много, наверное, это почти двое суток получается, да? То есть ты даже не ждёшь 40 дней, я бы, наверное, так долго не утерпела. Но тут есть ещё интересные подробности. Чаще всего девушки нарушают молчание при личном общении, при телефонном разговоре или с помощью СМС. Ну а как с подружкой поделиться? Основными причинами, по которым женщины не могут хранить секреты, они называют непреодолимое желание проговориться или выговориться, другими словами. Ну вот распирает прямо. Оно возникало у 30% опрошенных и желание сбросить чужую тайну, как тяжёлую ношу. Раскрыв чужие секреты, раскаиваются примерно 2 трети женщин, а 27% признались, что уже на следующий день забывают о том, что нарушили данное слово. Такая вот новость, как вы думаете, Ирина, это правда? Нет, мне почему-то кажется всё-таки, что вот почти двое суток, ну, навряд ли выдерживает. Нужно пробовать. Нужно пробовать. Нужно пробовать, да. Хорошо, мы поделимся какими-нибудь секретами. И самое главное, понимаешь, очень интересно, когда вот эта вот цепочка продолжается, да, и потом от какой-то подружки это всё приходит к тебе. В неожиданной форме. В неожиданной форме. Вот такая вот новость. Ну что же, я с удовольствием представляю нашу вторую гостью, Светлана Викторовна Аксенгорова, директор Луганского городского коммунального предприятия «Парк культуры и отдыха» имени 1 мая. Добрый день, Светлана Викторовна. Добрый день, скорее, наверное, уже добрый вечер. Да. Ну что, Светлана Викторовна, мы начнём с деятельности подведомственного вам предприятия, такого замечательного, оно в этом году прямо вот расцвело, вот действительно, там и детские площадки появились на территории, и дети с удовольствием ходят в зоопарк. Что изменилось в этом году, несмотря на наши ограничительные меры? Ну, детские площадки и изменения начались у нас уже давно, это с 2015 года. Каждый год у нас что-то новое появляется в парке. Сезон у нас уже подошёл к концу в этом году в связи с вот такой ситуацией непростой. Наш сезон начался не, как всегда, традиционно, 1 мая, а в конце июня. И, естественно, жители, привыкшие 1 мая посетить парк, оказались вот в такой ситуации. Но 1 мая у вас же всегда какой-то праздник, всё красочно. Да, вот уже очень много лет я привыкла к тому, что просыпаюсь рано утром, бегу к 7 часам на работу, а в этом году проснулась, выхожу во двор, соседка говорит, а что ты так поздно на работу идёшь, 1 мая? Я говорю, нет, сегодня у нас не рабочий день. Но, естественно, для нашего персонала это был рабочий день, потому что зоопарк требует ухода ежедневного. У нас не бывает выходных и праздничных дней, забота о наших животных, это ежедневная. Просто в этом году, 1 мая, пройдя по парку и не увидя людей, было очень грустно. Также мы потеряли в этом году праздник такой, как 1 июня, День защиты детей. Это всегда традиционно у нас и концерты, и дети катаются на аттракционах и посещают зоопарк. Но мы надеемся, что это был единственный год такой печальный для нас и наших жителей. И в следующем году всё наладится. И мы традиционно откроем парк 1 мая, когда все жители, желающие, могут прийти и отдохнуть. Ну, а всё-таки, вот если рассказывать, вот даже, может быть, начать с 2015 года, что вот поменялось в парке, что появилось? Расскажите нам, вот кто, может быть, давно не был? Конечно, в 2014 году нашему парку очень досталось, и мы потеряли, наверное, процентов 40 деревьев в парке. Но они спасли, спасли наших обитателей зоопарка, спасли наших сотрудников и спасли аттракционы. Поэтому с 2015 года у нас был проведён такой большой субботник по уборке повреждённых деревьев. И мы потихоньку начали... Обновлять, наверное. Да, высаживать новые саженцы, новые клумбы. И приводить наш парк в более такой весёлый, цивилизованный. Да, так как очень много лет уже восстановлением парка не занялись. Ну, уже очень-очень уютный. Да, наш парк небольшой. Конечно, даже можно сказать, он больше как сквер. Потому что люди проходят через него не только, когда идут прогуляться, но и идут с одной части города в другой. Проходят через парк. Некоторые бегут уже просто не замечая, что идёшь через парк. И вот бывает бежишь с остановки на остановку, а потом остановишься и смотришь. Вот, смотрите, новая лавочка. Вот, смотрите, там какая полянка появилась. Вот новая клумба. Детская площадка. Придём с детьми сюда отдохнуть. И поэтому люди, вот, многие даже... Ну, там же вот территорию, вот где вот озеро это вот искусственное, или как это, пруд, тоже же обновили, да, насколько я помню? Да, там живут очень красивые рыбки, размножаются. Сейчас весной даже поселилась утка, вывела птенцов, но потом она, конечно, увела их в другое, более спокойное место. Вот, и у нас, конечно, мы стараемся... Сейчас закончен сезон, поэтому начинаем работы по консервации аттракционной техники. Ну, в зависимости от погодных условий, так как, видите, нам осень в этом году прям такой сюрприз поднесла. Вот тёплый мы ещё не совсем там закрыли и некоторые аттракционы, и зоопарк наш только начинает уходить в работу в осенний сезон. Сейчас все ещё животные находятся в прогулочных вольерах уличных, и в тёплое помещение, которое мы переносим, их некоторых ещё пока только готовятся. Температура ночная ещё не опускалась ниже 0 градусов, поэтому и павлины, и попугаи, и морские свинки, и вот страус наш. Всё ещё пока находятся в вольерах, их можно увидеть. Сейчас очень красивые лисицы, они одели зимний мех, медведи. Даже у льва к осени появляется более насыщенная такая шкурка, и сейчас у него очень красивая грива. Вот у нас очень сейчас стали такие презентабельный вид имеют. все пушистые животные, потому что в летнюю погоду эта шерсть летняя, она более гладкая, короткая, а в зиму одевают вот еноты. Кто-то приходил к нам, он увидел такие, они просто шары на четырёх ножках. У нас сейчас появились замечательные такие питомцы наши, это носухи. Это вот новые питомцы, это носухи, родственники енотов. Но если еноты более сумеречное животное, и вот кто приходит с утра или в обед, они не всегда выходят в прогулочный вольер, чтобы увидеть, то носухи – это абсолютно дневное животное, которое при появлении людей сразу старается подойти к сетке и уже, конечно, попрошайки. Светлана Викторовна, ну понятно, что время у нас сейчас в республике достаточно сложное. Вот вы сказали, появились носухи. А вот кто-то ещё за эти годы, новые питомцы появлялись у вас? Ну сейчас, естественно, большая проблема привезти животное. Но в 2017 году мы с Белой Калитвы привезли двоих медвежат, которые сейчас подрастают. Ему уже вот сейчас 5 лет, ещё пару лет, и они будут уже взрослыми. И может быть даже будет у нас потомство. Ну пока вот носухи, медведи, черепахи у нас появились сухопутные. Ну скорее всего пока вот и всё. Но мы надеемся, что в ближайшее время у нас ещё появятся новые питомцы, и мы найдём чем удивить и порадовать наших посетителей, которые придут весной. Ну наверное сейчас ещё и вот главная забота, так как идёт зима, это необходимо как бы и корм, чтобы был заготовлен. Как вот с этим справляетесь? Да, мы в летний период стараемся заготовить сено, заготовить сухие корма. И потом просто по необходимости подкупаем уже фрукты, овощи. И так как фрукты, овощи долго храниться не могут, но у нас сейчас есть возможность, это и на рынках, приобрести овощи, фрукты и зелень. А скажите, вот иногда слышишь по телевизору, что вот некоторые магазины там сотрудничают с зоопарками, какие-то вот как раз овощи. Может быть у вас вот нет каких-то контактов с нашим регионом, с магазинами? Может быть кто-то какие-то овощи поставляет, ну которые уже, скажем так, для людей, наверное, не кондиция, а вот в этом направлении не работаете? Дело в том, чтобы передать с магазина овощи к нам или вообще какие-то продукты, нужно соответствующие документы. И как-то вот наши магазины больше находят возможность продать там или подешевле, или, ну, попадаются вот такие моменты, когда нам с продуктами питания помогают наши администрации и вот еще наши таможенная служба и налоговые. То есть есть у вас помощники? Конечно, большое спасибо. Я думаю, что нет такого человека у нас в городе Луганске, который бы не знал о том, что существует у нас за уголок. И если есть у людей возможность, они стараются или позвонить, или с нами связаться и предложить. Вот если нас устраивает этот вариант, мы с людьми связываемся. А вот, если честно, давно у вас не была, скажите, пожалуйста, сейчас как-то вот, если, например, посетители приходят, есть ли возможность покормить? Может быть, у вас можно что-то приобрести, чтобы покормить животное? И кого можно кормить еще, да, тут немаловажно. Да, и кого можно кормить, или не разрешается это? На данный момент мы вот выбрали такую позицию, что мы не разрешаем кормить посетителей животным. Либо персонально люди подходят и спрашивают, кому, кого можно чем покормить. И всегда, когда попадая на телевидение или радио, я всегда прошу наших посетителей очень серьезно отнестись к этому вопросу. Иногда, принеся еду неаккуратно, можно угостить животное, там, кулечком, какой-то кусок пластика или еще что-то. И животные просто после этого погибают. У нас были такие случаи, когда животное погибало от неаккуратного кормления посетителями. Плюс, что у нас стараются принести? Зашел, купил хлебушка, булочку, мягкий хлеб, батоны. Животным запрещено. Есть люди, понимают, очень ответственно относятся к этому вопросу. А есть люди, которые идут и просто говорят, ну, я же пришел сюда покормить, ну, съест он кусочек хлеба. Один даст кусочек хлеба, второй кусочек хлеба. Один угостил там сигареткой, вот ему понравилось, как козлик сигаретку кушает. Животные, они не понимают, что можно есть ему, что нельзя. Если они привыкли, что им с рук дают, все вкусно. И чтобы люди не дали, они вот стараются это съесть. А потом получается проблема. То есть животные страдают от безответственности людей. Да, страдают, да. Но я вам скажу, у нас есть очень много людей, которые все понимают. И есть люди неравнодушные. Вот в 2015 году очень много жителей нам помогали с продуктами питания. И сейчас вот у многих есть свои огороды, есть свои там яблоки, груши. И люди просто привозят продукты. Вот говорят, или приедем у нас, у нас есть тыква, у нас есть яблоки, просто жалко выбрасывать. А животным такие яблоки, груши, тыквы, все подойдет. Мы, конечно, смотрим, все перебираем, пересматриваем, режем и в пищу тогда. Потому что бывали такие случаи, когда вот то ли люди по незнанию, то ли с злым умыслом находились в фруктах, острые предметы. Это ужасно. Да, это ужасно. Чтобы не было таких вот моментов, мы все продукты стараемся пересмотреть. Светлана Викторовна, ну а такой вот, да, даже сказала бы, жуткая тема, жалко животных на самом деле, к чему-то, может быть, более позитивному. Парк — это место отдыха семейного. Это очень немаловажно. Традиционно, я бы сказала, вот даже на примере моей семьи, у нас ежегодно мы ездим, вот майские праздники. Это любимый отдых, парк и аттракционы. Какие аттракционы на данном этапе, ну то есть этот сезон, который завершился, они функционировали, что-то, может быть, новое появилось? Что для какого возраста можно рекомендовать? Потому что, допустим, у меня дети, они всегда хотят что-то такое экстремальное. То есть я знаю, насколько для более взрослых деток там вот эта веселая лавочка и все остальное. То есть какие ограничения по возрасту и кто может туда прийти покататься на чем? Посещая аттракционы, естественно, в первую очередь родители, дети должны подойти и посмотреть. На каждом аттракционе висят правила, где указано возраст детей или взрослых, которые могут кататься на этих аттракционах. И, естественно, ребёнку, которому 5-6 лет, никогда не посадят на весёлые горки одного, либо на такой аттракцион, как лавятся. Даже на автодроме ребёнок маленький может пострадать, ударившись сильно. Нужно понимать, что безопасность ваша в первую очередь в ваших руках. Со своей стороны мы делаем всё возможное, чтобы ваш отдых у нас в парке, на аттракционах был безопасным и принёс вам только положительные эмоции. Ну а вот, допустим, для самых маленьких что мы можем рекомендовать? Там же есть замечательные плавучие такие лодочки. Насколько я помню, лебеди, как называется правильно? Да, на этих лодочках можно сесть и с мамой, и с папой. Также у нас есть маленькие аттракционы. Это поезд, это вот карнавал, манеж, ветерок, где дети от трёх и в зависимости от аттракциона 8, 7, 5 лет могут безопасно и с удовольствием прокатиться. То есть они там закреплены, они в безопасности находятся? Да, все аттракционы ежегодно перед открытием проходят экспертизы, испытания. Мы хотим и ставим безопасность наших посетителей, это на первом месте. Мы понимаем, что ценнее человеческой жизни нет ничего. И каждый родитель, идя в парк, естественно, хочет прийти оттуда домой целым, невредимым, со своим ребёнком и с положительными эмоциями. Но ещё раз всегда я упоминаю, безопасность в первую очередь в ваших руках. Нужно соблюдать правила, нужно следить за детьми. Потому что дети – это очень шустрые создания. Бегать или прыгать. Да, бегать, прыгать. И вот когда вы приходите в людное место, где много движущихся механизмов, естественно, нужно держать ребёнка за руку, либо где-то рядом в зоне видимости. Они занимаются своими делами, мама идёт в телефоне, смотрит, папа там ещё что-то, ребёнок убежал куда неизвестно. И потом начинается, ох, ребёнок потерялся, ох, ребёнок там куда-то заскочил. И кого-то винить в этой ситуации, естественно, винить нужно в первую очередь самих себя. Ну, неоднократно ещё, допустим, при посещении мы видели, как часто ходят в костюмах маскарадных. Это, я не знаю, так к парку относятся, или это инициатива молодёжи. Дети просто в восторге, там и фиксики, и щенячий патруль. То есть такое вот, знаете, зажигательное именно для детей, потому что они смотрят эти мультфильмы, их мультяшные герои, скажем так. Это типа ростовых кукол? Да, да, они достаточно большие в костюмах, и дети с удовольствием с ними фотографируются, и они их подводят или в парк, или к озеру, то есть, ну, проводят с ними какие-то экскурсии. Это тоже, по-моему, увлекательно. А какие-то, может быть, проекты реализуются для деток, именно какие-то праздники? Вы с кем-то сотрудничаете? Кто может вот на территории парка провести какое-то такое мероприятие для детей? У нас на территории парка проводят мероприятия все организации, желающие. Мы традиционно много лет работаем с Центром народного творчества, работаем с коррективами музыкальными, детскими, которые каменобродские, городские, и все праздники, которые проходят у нас в парке, всегда там выступают детские и взрослые коллективы города Луганска и Луганской народной республики. Также каждую субботу-воскресенье возле кафе «Камелот» на небольшой такой сцене всегда у нас проходит живой концерт, где жители могут и послушать музыку, и потанцевать. Это суббота-воскресенье. А в какое время? Там с трех часов, три-четыре часа, вот в такое время. Плюс всегда на все праздники проходят очень интересные. И там день мороженого, день шоколада. Иногда, ну вот в этом году, конечно, все праздники и все выставки, конечно, были... Если была выставка, то она была небольшой. Это Центр народного творчества свои выставляли, мастера наши замечательные, луганские. В этом году, конечно, не было традиционной выставки собак, которая у нас всегда весной проходит, и как Дню города. Выставки птиц, которые у нас проходили ежемесячно, первую субботу каждого месяца на Центральной аллее, можно было увидеть и приобрести попугаев, и каких-то экзотических птиц, и голубей большое количество. И даже просто посмотреть разновидности, какие бывают вот даже самых обыкновенных кур, разные виды, они бывают просто великолепные. Даже некоторые люди говорят, а что это такое за зверь? А это, оказывается, декоративная курица, которая похожа на белый шелковистый комочек на ножках. Ну, у вас огромное количество действительно мероприятий, просто можно найти, каждый для себя что-то может найти интересное. А скажите, какие вот планы, может быть, уже есть какие-то задумки на следующий год, что-то интересное планируете, думаете, как-то развиваться, что-нибудь в этом ключе расскажете нам? Ну, конечно, планы есть, но пока мы не можем 100% гарантировать, что они будут реализовываться. Но будем надеяться, что к весне эта ситуация все-таки уже уйдет в былое. Мы будем об этом вспоминать как в таком нехорошем сне. Я думаю, что мы найдем в следующем году, чем удивить и чем порадовать наших жителей. Светлана Викторовна, а вот в зимний период у нас вот парк, ну, просто как бы открыт, получается, для прогулок и все. Или есть что-то, как-то жизнь еще и протекает и зимой? Жизнь еще протекает зимой. Зоопарк у нас не закрывается в зимний период. И если нет больших морозов, то наши питомцы все днем, в солнечные дни особенно, с удовольствием гуляют в своих прогулочных вольерах. И есть у нас постоянные посетители, которые ходят к нам в субботу, воскресенье, независимо от зима, весна, лета. Ну, с удовольствием гуляют. А скажите, вот экскурсии какие-то со школ, что-то вот приводят детей? В этом направлении есть какая-то работа? Да, конечно, в этом направлении тоже велась работа, так как в этом году нельзя было посещать. А в прошлом году все, у кого есть дети, знают, что все дети, которые находились в лагерях, пришкольных лагерях, они все бесплатно посещали за уголок. И если у ребят было желание, то мы проводили им экскурсию. Также у нас всегда дети детского дома, который первый детский дом, который рядом находится с нами, они тоже летом посещают бесплатно аттракционы, зоопарк и дом ребенка. Вот там старшая группа, вот они тоже всегда с удовольствием посещают зоопарк и аттракционы. И также, если люди приезжали в школы, либо какие-то коллективы иногородние, они могли посетить зоопарк, и можно было экскурсию увидеть. Ну что же, это замечательно. Я думаю, что парк 1 мая, мы ему желаем и вам в лице руководства процветания, благосостояния, еще большего потока людей, который бы приходил, туда приезжал. А вот, кстати, Елизавета, извини, пожалуйста, что перебирала, вот как раз сказали о потоке людей. А вот так вот иногда почитывайте, хотя бы приблизительно, сколько вот у вас бывает людей за сезон? Вы знаете, вот никогда как-то не ставили цель посчитать, сколько людей посещает парк. Да, есть какой-то определенный момент по этим своим посещаемости зоопарка, аттракционов, но люди ведь приходят не все прокатиться. Есть люди, приходят просто прогуляться, пикник устроить. А у вас есть такая возможность устроить пикник в парке? У нас есть замечательные поляны, на которых люди в выходные и праздничные свои дни приходят с ковриками, с продуктами своими и устраивают, и с аниматорами, и устраивают праздники, дни рождения, вот какие-то... А, то есть это разрешено на территории парка? Да, есть определенные места, где вот семья может провести вот такой вот праздник. Люди могут отдохнуть. Еще и пригласить вот какие-то действительно ростовые куклы и так далее. Ну, по-моему, для детского праздника это вообще идеальное решение, потому что дети двигаются на свежем воздухе, на зеленой лужайке, рядом аттракционы, рядом зоопарк, рядом, опять же, там есть кафе, насколько я понимаю, вообще... Только самое главное, я думаю, это оставить после себя чистоту. Безусловно, это одно из основных условий. Но вот интересная идея, я думаю, правильная, особенно в условиях нынешних мер ограничительных, на свежем воздухе это вообще реально. Вот правильно, по моему взгляду. Правильно, да. Положительные эмоции, солнце, солнечный свет и положительные эмоции – это самые лучшие средства для усиления иммунитета и борьбы со всеми заболеваниями. И хорошего настроения иммунитета. Да, напоминаю, сегодня нашей гостьей была Светлана Викторовна Аксенгорова, директора Луганского городского коммунального предприятия «Парк культуры и отдыха» имени 1 мая. Спасибо вам, Светлана Викторовна, приходите к нам еще раз. Обязательно. Я всегда с удовольствием посещаю такие... Все, наша программа, к сожалению, подошла к концу. Мы желаем всем приятных выходных, хорошо отдохните и обязательно возвращайтесь к нам в понедельник. До свидания. До новых встреч.